Больше за 70 маршрутов по Гродинщине презентуются на туристичном форуме «Спадшина Беларуси». Отмысловая выстава открыется в зале Республиканского Палаца культуры профсоюзов. Ее организация проходит при активном отделе субпросовников музеев, библиотек, специалистов сферы туризма. Экспозицию складывают и неколькие тематичных блоков, которые охопливают тысячагодовую историю региона. На ведывальнике смогут убажить экспонаты с фондов музеев, библиотек, центров народной творчести. У их лику реликвии Свято-Успенского Журовицкого монастыра, Евангелие 18-го стагодзе и икону Страшный суд 19-го стагодзе. А так само отсудотворный образ Божьей Мати со старожитного 9-го храма Беларуси – Калужской церквы. С историко-культурной и спадшиной региону можно будет так само познайомиться про традиционные виды раменствов и декоративно-прикладного моста, ткацтва, вышивку, соломоплятенье, вытянанку, народный костюм. Угод историчной памяти и великая увага будет нададена военно-историчной тематице. Ее продемонструют прозинтерактивный календарь перемоги и редкие экспонаты из музея боевой славы. Еще несколько выставочных локаций будут присвечены спортивным и творчим досягнением региона, пропоновым у промысловом и экологичном туризме. Что привлекает туристов? Прежде всего, это личности, которые проживали на территории наших областей. Поэтому мы берем экспонаты, которые рассказывают о наших знаменитых спортсменах. Это личные вещи Ольги Корбут, Александра Курловича, наших олимпийских чемпионов. Мы расскажем о тех возможностях, кто хочет познакомиться с творчеством агентского композитора. В Смаргоне есть возможность такая для туристов посетить резиденцию, посмотреть, в каких условиях он проживал, творил. Каждый район представлен самыми известными своими достопримечательностями. Профсоюзный туристичный форум «Спадшина Беларуси» пройдет 28-30-го Красавика в Минску. Организатором форума выступает Федерация профсоюзов Беларуси.